Субтитры создавал DimaTorzok Однако многие из нас каждый день испытывают переживания, хотя ничего страшного не случилось. Это переживание можно назвать тревожностью или беспокойством. Сперва обратим наше внимание на масштаб этой проблемы. Ее масштаб очевиден. Мы живем в век тревожности. Судя по количеству телереклам, в которых средства от головной боли преподносятся как решение проблемы тревожного состояния, вызванного стрессом, мир поразила эпидемия тревоги. Нам всем свойственно временами ощущать беспокойство. Мы переживаем, достаточно ли у нас денег, чтобы обеспечить семью, тревожимся по поводу здоровья, успехов на работе и отношений с окружающими. Нас могут тревожить международные конфликты, внутригосударственные проблемы и даже состояние дел нашей любимой спортивной команды. Причиной беспокойства может быть погода, будущее и собственное старение. Христиане также не ограждены от проблемы тревожности. В каком-то смысле благочестивые люди могут даже еще больше беспокоиться, чем неверующие. Нас сможет беспокоить людская греховность, неверность отдельных учеников, состояние церкви в целом или положение дел в местной общине. Имея такие же слабости, плоти, как и все остальные люди, мы разделяем с ними и общечеловеческую тенденцию к обеспокоенности. Поэтому мы часто тревожимся, хотя Иисус сказал «не заботьтесь», то есть «не беспокойтесь», говорит Евангелие от Матфея 6, глава 25 стих, или «не бойтесь», Матфея 14, 27. Также Он говорит «да не смущается сердце ваше и да не устрашается» Евангелие от Иоанна 14, глава 1 и 27 стихи. Должны ли христиане чувствовать себя виноватыми в том, что они испытывают беспокойство? Когда-то я прочел проповедь о грехе беспокойства, но добился лишь того, что моих слушателей стало беспокоить то, что они беспокоятся. Мы должны не разбирать со всеми подробностями греховность постоянной обеспокоенности, а сосредоточиться на тех ресурсах, которые предоставляет Бог, чтобы помочь нам решить вселенскую проблему тревоги. Итак, давайте попытаемся дать определение, что такое тревожность. Рассуждая о тревожности, нужно уточнить, что мы говорим не о разумной заботе о будущем, которая побудит нас готовиться сейчас к тому, что с большой долей вероятности произойдет в будущем. Когда прогноз погоды предупреждает нас о грозах с возможным градом, то укрыть машину или домашних животных, чтобы град не побил их, нас заставляет именно разумная забота, а не тревожность. С другой стороны, тревожность, или иначе сказать тревожное состояние, внушается нам сожалением по поводу событий, которые уже произошли, страхом перед трагедиями, которые могут никогда не произойти, и беспокойством о том, чего нельзя изменить. Главная ее особенность, в отличие от разумной заботы о будущем, она никогда не ведет к какому-либо конструктивному действию. Беспокойный человек, услышав предупреждение о граде, может загнать своих животных в сарай, но все равно всю ночь пролежать без сна, опасаясь, что гроза может вызвать смерч. Он будет переживать, что может пойти град, даже если не было никакого предупреждения. А если какое-либо животное будет побито градом, то он будет долго сокрушаться по этому поводу и решать, что винить в этой катастрофе нужно его или еще кого-то. Почему тревожность — это проблема? Во-первых, тревожность для христиан представляет проблему, потому что Христос не хочет, чтобы мы тревожились. Страх и тревога в какой-то степени свидетельствуют об отсутствии веры, говорит сам Господь в Евангелии от Матфея 14, 31. Во-вторых, кроме того, тревожность отнимает у нас покой и удовлетворенность, ничего не давая взамен. Билли Грэм в одной из своих книг сказал, «Беспокойство разрушает здоровье, забирает энергию, не дает конструктивно, творчески мыслить и калечит душу». И, в-третьих, наконец, тревожность может привести к другим проблемам. В частности, она может вызвать реальное физическое заболевание. Тело и разум тесно связаны между собой. Как болезнь тела может негативно сказаться на разуме и эмоциях, так тревожность может негативно отразиться на теле, высокое кровяное давление, порог сердца, приступы паники, депрессия и частые болезни — вот лишь некоторые из отдаленных последствий беспокойства. Многие физические проблемы имеют психосоматическую природу, то есть идут от головы. Но что же делать, чтобы не беспокоиться? Нужно понять, что в большинстве случаев мы беспокоимся напрасно. Доктор Томас Кеплер рассказывает, что одна женщина записывала свои тревожные мысли и обнаружила следующее. 40% наших переживаний никогда не сбудутся. 30% наших переживаний касаются старых решений, которые мы не можем изменить. 12% наших переживаний касаются критики других в наш адрес, по большей части несправедливой и со стороны тех, которые чувствуют, что в чем-то хуже нас. 10% наших переживаний касаются нашего здоровья, которое от этого только ухудшается. 8% наших переживаний можно назвать законными, поскольку жизнь нам преподносит и реальные проблемы, с которыми нужно что-то делать. Поэтому первый шаг к решению проблемы беспокойства и тревожности – это просто запомнить следующие два правила. Первое. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что можно изменить, просто возьмите и измените это. И второе. Если что-то нельзя изменить, зачем тогда об этом беспокоиться? Эта идея выражена в известной молитве, которая сейчас циркулирует в разных вариантах. Изначально она звучала так. «Боже, дай нам милость безмятежно принимать то, что нельзя изменить, мужество изменить то, что следует изменить, и мудрость отличить одно от другого». Так еще молился Рейнхолд Нибур. «Идея, выраженная в этой молитве, библейская. Писание учит нас принимать меры, когда проблемы можно решить», говорит Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. И еще Иисус сказал, что заботой не прибавить себе росту, хотя на один локоть. Матфея 6, 27. Он учил, что мы не должны заботиться о завтрашнем дне. Матфея 6, 34. Имея в виду, что не нужно тревожиться о том, чего мы не можем изменить, или о тех проблемах, которые мы не можем разрешить. Конечно, это правило легче сформулировать, чем выполнить. Как его реализовать в жизни? Что делать, когда мы видим, что обеспокоены сверх меры? Вот несколько конкретных советов. Во-первых, нужно определить причину тревожности. Беспокойство, тревога по определению включает в себя смутное предчувствие беды, которое не дает человеку покоя. Первый шаг к освобождению от напряженного переживания, неудовлетворенности, подавленности или тревоги – это постараться понять их причину. Причина может быть скрытой. Иногда мы можем расстроиться из-за какой-то мелочи, потому что почти бессознательно обеспокоены чем-то более важным. Человек, переживающий из-за того, что у него плохи дела на работе, может пнуть собаку, выразив недовольство от тем, как жена готовит или рассердится на маленького сына за то, что тот, бегая по дому, уронил стул. Его раздраженное состояние вызвано неповедением собаки, нестряпней жены и нешаловливостью сына. Настоящая его проблема кроется в ощущении собственной некомпетентности или в реакции на недовольство им на работе. Эта неосознанная тревога влияет на все, что он делает, и отравляет все отношения. Истинные причины могут также крыться в прошлых событиях или переживаниях о будущем. Какой бы ни была причина, у тревожащегося нет ни малейшего шанса исправить положение, пока эта причина не будет установлена и признана им. Во-вторых, после выявления причины нужно сделать все возможное, чтобы устранить ее. Если главной причиной тревоги является разрыв отношений с родителями, необходимо постараться наладить их. Если женщину беспокоит ее здоровье, ей нужно пойти к врачу. Если мужчина беспокоится о будущем, он должен сделать то, что он может, например, начать копить деньги, чтобы обеспечить нужды семьи в будущем. Человек, когда-то совершивший большую ошибку, должен сделать все, чтобы исправить ее. Испытывающий общее беспокойство из-за проблемы на работе, может сделать одно из трех. Либо постараться повысить свои знания и умения, либо поговорить с начальством, чтобы вместе определить, что можно сделать для решения проблемы, либо искать другую работу. Тревожность, как и боль, имеет свою ценность. Она обращает наше внимание на нужду. Поняв причину тревоги, мы можем предпринимать конструктивные шаги для исправления ситуации. В-третьих, если проблему нельзя разрешить, тогда мы с Божьей помощью должны научиться жить с ней. Как научиться жить с постоянной ситуацией, которая вызывает тревогу? Во-первых, мы обязаны спросить себя, действительно ли ситуация достаточно важна, чтобы переживать из-за нее. Иисус выразил эту идею, сказав, «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Матфея 6, 25. Возможно, некоторые вопросы, вызывающие у нас беспокойство, на самом деле слишком незначительны, чтобы так мучиться из-за них. Во-вторых, нам следует учесть то, что наши ожидания могут быть нереалистичными. Не бывает такого, чтобы все нас любили, чтобы у нас никогда не было никаких поражений, чтобы мы никогда не заболели, не потеряли друга, никогда не совершили ошибки, чтобы машина, холодильник или компьютер никогда не сломались. Эта идея выражена в популярных пословицах, например, «От беды до от сумы не зарекайся». Закон Мерфи, он же закон подлости или закон бутерброда, гласит, «Если неприятность может случиться, она случится». Похожую идею мы находим и в Библии. В книге Иова 14, 1 сказано, «Человек, рожденный женщиной, краткодневен и присыщен печалями». Нереалистично думать, что раз мы христиане, то нас никогда не постигнут трудные времена, не поразят глубокие переживания. Бог не обещает защитить христиан от неприятностей и бед, которые мы наследуем, будучи во плоти. Фицпатрик и Хендриксон, это христианские авторы, указывают, что великие святые всех времен испытывали негативные эмоции, а Новый Завет учит, что христиане призваны страдать. Третье. Мы можем научиться жить сегодняшним днем. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы, говорится в Евангелии от Матфея 6, 34. Поскольку большая часть неприятностей, которые мы ожидаем, так и не случится, и поскольку то, что уже случилось, изменить нельзя, то нужно прекратить волноваться о будущем и прошлом. Как сказано в Послании филиппийцам, 3 глава, 13 и 14 стихи. Свою энергию мы должны сосредоточить на настоящем и жить одним днем. Четвертый совет. Мы должны следовать библейскому наставлению довольствоваться тем, что есть. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Напоминает нам эти чудесные слова Господа автор послания к евреям в 13 главе 5 стих. По этой же теме можно найти подобные слова в Послании филиппийцам 4 глава 11 и 12 стихи или же Послание Тимофею 1 послание Тимофею 6 глава 6 стих. Совет номер 5. Мы можем сознательно культивировать в себе христианские качества, которые помогут нам жить с нашими трудностями. Христианские добродетели – терпение, воздержание, как сказано о нем во 2 Петра 1.6, снисхождение – колоссинам 3.13 и прощение – ефесянам 4.32. Эти качества помогут нам жить в сложной ситуации. Человек, который производит плод духа, то есть включающий в себя любовь, радость и мир, как сказано в Галатам 5.22, такой человек будет менее склонен проявлять беспокойство, чем другие люди. По этой же теме смотрите притчи 17.22 и 14.30. Наконец, совет номер 6. Нужно учиться жить для других. В основе беспокойства обычно лежит эгоизм. Есть люди, которые за других переживают больше, чем за себя. Такое неэгоистичное беспокойство неуместно. Мы должны помогать другим всем, что можем, в том числе и молиться о них, но при этом признавать за ними право жить своей жизнью и принимать собственные решения. Зная, что результаты нам не подвластны, мы должны перестать беспокоиться о них. Кто берет на себя проблемы всех своих знакомых, у того всегда будет, о чем беспокоиться. Такой человек никогда не обретет мира и покоя. Так вот, большинство нашего беспокойства все-таки эгоистично. Мы беспокоимся о том, что может случиться с нами. Но следует понять, что, как кто-то сказал, «Я» — последняя буква в алфавите. Чем больше мы беспокоимся о других и делаем другим добро, как сказано в Галатах 6-10, наставляем их, евреям 3-13, помогаем нуждающимся, Якова 1-27, тем больше мы забываем о себе. А забыв о себе, мы можем забыть и о своих тревогах и проблемах. Совет номер семь. Чтобы мы не чувствовали, мы всегда должны делать то, что правильно. Тревога не освобождает нас от наших обязанностей. Даже когда мы расстроены или встревожены, все равно возможно делать то, что правильно. Нужно всегда исполнять свои основные повседневные дела. Ходить в церковь, ободрять других и помогать нуждающимся. Часто можно заметить, что если мы делаем правильные вещи, то и наше эмоциональное состояние улучшится. Правило номер восемь. Можно воспользоваться помощью понимающих друзей. Хорошие друзья готовы выслушать и не осудить за беспокойство. И они вряд ли отнесутся несерьезно к нашим переживаниям. Если мы расскажем им о своем беспокойстве, то это может снять камень с нашей души. Даже просто облечь в слова, лежащие на сердце негативные эмоции, уже может помочь от них избавиться. Братьям и сестрам во Христе следует быть самыми понимающими друзьями. Так говорится у Иакова, 5 глава, 16 стих. Однако никакое из вышеперечисленных решений проблемы тревожного состояния не является главным. А главное — это то, что сказал в этой связи Петр. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Бог говорит нам, как говорил Иудея через Исайю, «Не бойся, ибо Я с тобой. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исайя, 41, 10. Псалмопевец писал, «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54, 23 стих. Следует помнить, что Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Псалом 45, стих 2. Смотрите также книгу Иеремии, 16, 19. Иисус сказал, что чем заботиться о том, что есть и пить, и во что одеться, лучше верить, что Бог все это даст нам. Таким образом, главное решение наших проблем – это возложить свои бремена на Господа в молитве и оставить их с Ним. Божий народ всегда молился в трудные времена, и мы можем учиться этому на примере молитв Иисуса в Гефсиманском саду, гонимых христиан церкви I века, как об этом написано в книге «Деяния апостолов», 4 глава или 12 глава, 12 стих, а также «Павла и силы в темнице», Деяния 16, 25. Павел выразил эту мысль так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе». Послание филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. Почему не нужно беспокоиться? Потому что мы знаем, что Христос всегда с нами. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. И что ничто в этом мире ни за его пределами не отлучит нас от любви Божьей. Римлянам 8, 35, 38 и 39. А если Бог на нашей стороне, то мы можем успешно одолевать все и всех. «Кто будет против нас?» написано в Римлянам 8, 31. Поэтому будем жить без тревог. Римлянам 9, 34, какие стихи. РeeOME Субтитры создавал DimaTorzok